Доброе утро, друзья! Сегодня 5 мая. Нам предстоит поездка сегодня в очень примечательные места. Насколько я понял, это будет парк южной культуры в Атлере, Медвежий угол с Нарзаном и что-то еще. Но как получится, по обстоятельствам. Иду на автобус. Когда прохожу этот участок дороги к автобусу на Мацесте, всегда идет этот запах жасмина. Мне звонят. Иду по курортному бульвару. Вот немножко минута тишины. Кругом зелени полно, конечно. Я просто иду на остановку с 124 эс. Не знаю, где он останавливается. Кажется, при такой доступности море, да, но тут хрен пройдешь. И так вот, если, допустим, тут идти, тут такая путанка. А я пропустил уже один автобус. 124 эс. Ну и вдоль курортного бульвара вот такой пейзаж. Друзья, нахожусь у Игоря в гостях, вот, в Сочи. И он меня угощает черным труфелем. В общем, им каким-то образом удалось добыть этот драгоценнейший гриб. Ну, на вкус... Дорогой. Да, очень весьма дорогой. На вкус я не могу сообразить, что это. Это по структуре как халва, но только не халва, а с грибным таким привкусом. Но на запах, настоящий грибной запах, прям вот яркий ароматный запах. Его добавляют в еду, чтобы усилить аромат. Допустим, макароны, вот как вот Игорь говорит. Он как специи, специи. Вот так не едят, он как специи идет. Да, как специи. Ну, вот, короче... Вот, извините, стружечку делают и сверху. Ну, вот видите, как надо стружку делать и... А вы кушать? Да, его можно так есть. Да, правильно. Вот так, я ем сырой труфель. Такая возможность просто не у каждого. Да, черный труфель, я загадываю желание. Черный бриллиант называется. Это не раз в жизни бывает, что не у каждого как это, знаешь. В общем, я распробовал, но он все-таки больше напоминает не то, что я сказал халватор. Это по структуре, на семечки. Как если бы семечки подсолнечные много нащелкать, а потом все вместе есть. Мне все равно привкус гриба. Угу. Вот такой вот вкусный гриб. Вот эта дорога идет прямо в Абхазию, до самой границы. Но мы сейчас поедем в курортный городок. Его называют в народе курятник. Вот. По местным меркам. Вот смотрите, какое строительное сооружение такое. Это что? Такую церковь. Церковь такая. Полиция. Вот. Здесь даже нет. Правда же такое. Напоминаю, что мы находимся в Баттлере. Вот велосипедисты здесь едут по трассе гоночные. Вот если что, вот такой плакатик. На паузу обычно ставьте, когда смотрите. И будет все понятно. Сочи. Красная поляна. Так, вот уже курортный городок начинается. Я просто хочу вам показать вот такой деревень. Как это? Лимонным пахнет. Да, он пахнет лимоном, короче. А как называется? Так и это лимонник. Так и называется? Туя лимонник. И пахнет лимоном. Если растереть, то пахнет лимоном. А вот это? Агава. Это Агава. Агава. Шипы дай. А вот и гостиница Весна. Около гостиницы Весна. Вот она какая. Гостиница Весна. Ну что ж. Спортивный комплекс имени Карелина. Спортивный комплекс имени Карелина. По газонам не ходить. Агава. Саговник. Агава. Такая вот шипастая. У шиповки бывают и голубая. Шипы как у акации практически. Саговник. Саговник. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет ни те дрозды, ни полевые. Да, и не перчи, а черные. А черные дрозды. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Пиццерия Капри. Шопландия. Гуава. Агава. Агава, господи. Гуава. Как темп, сейчас? Ее говорят, можно есть. Агава. Космос какой-то, как вот медуза какая-то, горгона. Ага, вечерний подсветок красивый. 3D рисунок светится в темноте. Вот сейчас опять же в этом курортном городке мало народу. Но летом, говорят, здесь очень много народу. Не пройдешь просто. Здесь музыки даже поют. Алые паруса. Вот, ты говорил про Тир. Замок страха. Все по 25. Вот сейчас увидел сумку такую, которую там на колесиках, такая пластиковая. Я видел ее в продаже в Ейске за 750 рублей, точно не помню. Это было на рынке Армавирском. Здесь такая сумка стоит 2,200. Вот точно такая же. Прям я ее узнал. То есть вот как разительные цены. То есть проживая в Сочи, вы все равно, получается, будете тратить деньги в два раза больше на какие-то промтоварные вещи. То есть если зарплата и больше, то в любом случае 2,200 это практически уже 400% снимается за сумку. Это касается, конечно же, всех, абсолютно всех предметов промтоварных. Мы были, когда в Ростове, говорят, сколько зарплата? 20,000. Они, ой, какая зарплата у вас большая. Так у нас-то цены какие, извините. По этим ценам-то, ай. Да. Пройдем, наверное. То и выходит. Что там на Кубани даже можете за 11,000. Будешь экономно. Ну да. Больше будет. Вот мы вышли к морю. Через эти рельсы. Ну тут, через, там ремонт. Мы вышли к морю. А это с какой-то стороны? С курортного городка, да? Да, вот он. Курортный городок. Дельфин, фрикад. Вот они здания старые. Советские здания дельфина. Приезжают люди. Вот мы с Видны прямо в Хосте. В Длинке. Вот прямо в Хосте. Это Адлер? Да. Да, это все. Так и куда, чего, куда? Ступеньки убрались. Здесь были ступеньки. А вон дальше, наверное. Там дальше были. Здесь были ступеньки. Может, все-таки там есть? Они заливают дорожки, проходы есть. Говорят, здесь была лестница удобная, ее почему-то закрыли. И вот сейчас все это варили новым железом. И как бы прохода нет. Ну, можно и здесь, конечно же, опуститься. В общем, говоря, мы нашли, как надо пройти здесь. Тепло парит. Да, хорошо. Здесь прям тепло. Грунт камешек. Вот такой вот. А воробьи летают часто в городе за столы. И воробьев сейчас пролетят много. Сейчас кормить начнем. Короче, мы решили, что раз так тепло, хотя сегодня день не полностью открытое солнце, что надо искупаться. И вот мы сейчас думаем над этой темой. Вот оно, море, черное. Пока я только войду сюда. Ух ты! Ну, водичка, как вот, как летом у нас было на Дальнем Востоке в Зее. Вот такая водичка. Как летом в Зее, да. Даже чуть-чуть, почти теплее. Но говорят 16 градусов якобы. Раскладная. Значит, вот, стоит только бросить хлеб, сразу прилетает голуби, откуда ни возьмись, с воробьями. Чайки бывают, но сейчас нету. Убиваются чайки. Вот кроме города, здесь есть голуби, которые обычно так ковчат, как и на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке такие были. А таких в Йейске нету. Я не видел в Йейске таких. Может, кто-то знает, есть. Но я не видел. Это понятно. Но просто, что вот этих вот... А там горленьцы только кричат. Значит, по многочисленным просьбам трудящихся, и так как настаивает людям, то вот я решил искупаться в Черном море. И так как настаивает. Вот. Но неприкольно, когда поднимаешься. Пойдем? Ты будешь купаться? Нет, спасибо. Я еще через полтора месяца только. Короче, местным жителям пока нельзя купаться. Холодно. Холодно. Вон башня в том, что есть. Где будет все. Вон он. А, я даже не вижу отсюда. А вот где-то там башня, на которой мы были. Там, а вот, у нас сбоку. А, вон белая, белая, да. Далеко. Далее вот. Да. Там, да, да. Вот это какое-то нечистое. Вода очень чистая. Жалко. Нету маски. И подводного ружья. Сейчас еще холодно с маской. Я бы прибил пару карасей. Если они тут есть. Есть. Отлично. Нет. Когда, опа, когда купаешься, сначала так... Ну, вот как на Зее. Вода летом. Кто знает, на Дальнем Востоке там Амур, Зея. Примерно такая же теплотой, как сейчас. Да, вообще не теплотой. Это жаркое июльское. Я даже представляю, когда люди говорят... 20 сколько градусов тепла? 25-26. 25 градусов тепла, это практически ванна. 26 даже. И 27 было. Ну вот, здоровье хоть. Я бы съездил на курорт в Сочи. В общем, я искупался. Что же оставишь? Мы... Даже вот Олеська искупалась. Игорь не стал, потому что говорит, это вы что, говорит, сумасшедший что ли? Это не сезон. Типа, любимый. 25 градусов минимум. У нас молодые. Вот. Ну вот, Адлеровский пляж. Так что Адлерский. Ну вот, как-то я вот к камням не знаю, к таким, как бы, ну... Да, песок лучше. Песок намного лучше, чем камни, конечно. Вода, конечно, чистая. Но песок намного лучше. Ладно, пойдем дальше. Замороженные. Замороженные. Это какая улица? Не знаю, я не знаю. Курортный городок. Ну, курортный городок. Распродажа все по 300. Девчонка, да. Я заносила. Это... А, это любовь ким-чаным. Женого тема. Вот это помещение, минеральная вода. И здесь стоят такие краники. И ты набираешь воду минеральную, точно, брал бутылочку. Я не могу включать. На одного человека написано 500 грамм, 0,5. Свойства воды сока у меня только полтора часа. Как выходит вода? Тут название... Не знаю. Не знаю. Ластунская. Ластунская. Минеральная вода. Вот, паузу поставите и почитаете. И вот здесь такая скважина установлена, которая качает ее. На Пластунке сюда привозят. А, привозят. Это где вы как раз были? Пластунка, это на Кубани. Пластунская станица. А ее сюда привозят? Конечно. Слушай, они там берут, на Пластунке у нас. Она дается бесплатно. Там есть еще Пластунка в Сочи. Да, вот вы где в Тамаре ходили? Угу. Там еще есть вода. В Сочи Пластунка, там, скорее всего, тут. Вот оттуда, скорее всего. Потому что в Кубани, в смысле, да, не будет. Знаешь, какой сувенир мне бы хотелось купить? Той башни, в которой мы были. Вообще, бывают такие? Конечно, полно. И сейчас туда пройдем, где мы кубызли. Полно, полно. Полно, полно. Это кювет называется. График работы кювета. Питьевой кювет. Что я хочу сказать? Что опять случилось? Мороженое. Шариками. Какая симпатичная лавочка под деревом. Фонтаны, фонтаны, фонтаны. Ну-ка, где покажи мне? Здрасте. А, вот те головы слоновки? Нет. Ага, я просто убирался. А мне как-то, я равнодушен к ним, но это, видать, раньше в Африке где-то жил, в прошлой жизни. Я сейчас тоже жил. Будда. Будда такой. Вот еще кусочек растений. Агавы. Пальмочки такие. А вот это что? Только она зеленая, как алоэ, алоэ. Голубая. Голубая. Это его полосатая, это голубая. Полосатая она. Ассоциация, что на кладбище покупали. Странно. Осторожней. Осторожней. Красивые цветы. Посажены красиво. Подсветка ночью тут светит. Ресторан Москва. Называется. Весна. Аквапарк я вижу. Он пока не запущен, да? Понятно. Готовят его. Вот такая вот аллея при гостинице весна. Муж мала. И зимой здесь практически то же самое. То есть такой же зеленый. Это финиковая. Финиковая пальма. А ланта бутия дальше называется. Вот это бутия. У нее более белый такой лист. Немножко светит. Свея. Ее кушать нужно семена. Ага. Типа фиников такой. Какое-то такое интересное ограждение. О, тушит, покрашивает. Плов бар. Здесь плов готовится. Хотя уже, слушай, это уже май. Уже пора уже. Как вот это дерево опять забыл? Смолосемяник. Как? Смолосемяник. Смолосемяник. Он очень душистый. Запах просто непередаваемый. Прям вообще даже хлещи сирени и жасмина. Очень яркий запах. Прям от него, от этого дерева идет, как вот духи, как будто вот постоянно идут, природные. Ух, вот это вот дезодорантик. Смолосемяник. Смолосемяник. Клен красный такой. Клен. Вот они, дрозды. Видите, вот эти птицы. Вот они, ах, 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 скачут. Они и поют. В черный дрозд. Так, Адлеровский рынок. Здесь и фрукты, и все что угодно. И травы, абхазская джика, ткемали, соус, мед. Вот. Грецкий орех. Грецкий орех у нас есть, куча. А, такие же, такие же. Сейчас же его нет, поэтому сейчас такие же. Был даже по 400. Грецкий ореха куча. О, вижу. Копинки. Такие большие. Ну, это просто туэцкие такие. В саду ставят. В саду, да, поставят. Как, в общем-то, и везде. И в ельске такие есть, конечно. Обезьян, но здесь свой колорит. Такая колоритная внешность. Прикольные как-то. Мед, мед, мед. Всякий такой, другой, цветной. Друзья, мы на рынке в одном из кафе. И вот здесь я взял капусту с говяжьей котлетой и чахану. Чахану дали, я не знаю, забыл, как называется. Ложучка. Вот это 270 рублей, поэтому для Адлера это гуман. В общем-то. Ну, вот. Мы главе сейчас. Игорь с Ниташей тоже сделаем что-то. Это овощная, короче, такая столянка. Очень вкусная. Прям типичная Абхазка такая, грузинская, что ли, кухня. Ну, не знаю, Кавказка. Друзья, еще не разучился, есть палочками. Потому что на Дальнем Востоке это крайне удобно, Китай. Это у меня с собой были, друг дал. Так. Продолжение следует...